Киев минирует Азовское море Армии и войны Новость Украина 18 января 1549 Киев минирует Азовское море Украинский москитный флот спешно готовится к морской войне с Россией и Донбассом Дмитрий Родионов Комментариев просмотров 4662 Фото Flickr.com Ministry of Defense of Ukraine Материал комментируют Александр Дмитриевский Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны Об этом сообщили в пресс-центре так называемой Операции объединенных сил АОС С корабельно-катерным составом тактической группы Тритон уже отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных минуты на корабль А экипаж малого бронированного артиллерийского катера Лубный отработал боевое упражнение После практических занятий корабли отправятся в море для установления минных полей вдоль десанта опасного участка побережья Азовского моря Напомним, в начале декабря Киев отчитался о формировании нового дивизиона надводных сил в Азовском море, который будет базироваться в портах Бердянской и Мариуполе Об этом сообщил украинский милитаристский портал со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко На данный момент в военно-морское формирование входит поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец» и два малых бронированных артиллерийских катера «Лубный» и «Кременчук» При этом ожидается, что состав дивизиона будет расширяться за счет введения в эксплуатацию новых кораблей Читайте также Авианосец Ульяновск тряхнет стариной, чтобы бросить вызов ВМС США Через 10 лет у адмирала Кузнецова появится товарищ по оружию Донбасс и «Корец» в сентябре прошлого года отправились из западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск Где они, как сообщили в Киеве, должны стать основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море Интересно, что эти суда прошли через Керченский пролив по всем правилам и благополучно достигли цели А спустя два месяца катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яныкапа попытались прорваться в нарушении правил, за что были задержаны ФСБ России и почти год находились на стоянке в Крыму В итоге Россия отдала их в качестве жеста доброй воли, что на Украине расценили, как грандиозную победу В декабре также сообщалось, что все три судна могут присоединиться к новому дивизиону в Азовском море Можно, конечно, посмеяться над украинским потешным флотом, но речь идет все же о боевых судах с оружием, способных создать некоторые проблемы гражданскому и торговому судоходству, тем более, мины Когда я услышал эту новость, то мне поначалу подумалось, что киевские флотоводцы напились до белых слоников, рассказывает историк, публицист, постоянный эксперт из Борского клуба Александр Дмитриевский О каком глубинном минировании в Азовском море может идти речь, если его максимальная глубина составляет всего 14 метров? Что касается десантно-опасных участков, то если учесть особенности рельефа дна Азовского моря, то наиболее опасным направлением для Украины должен считаться Бердянск, дающий контроль над фарватером Далеко не все из нас представляют, что пароход, вышедший из Устья Дона, к Керченскому проливу вначале идет на запад вдоль северного побережья и только лишь после прохождения траверза Бердянска сворачивает на юг Ведь это только на водной поверхности Таганрогский залив ограничен косами Белосарайской с севера и долго с юго, а под водой от косы Долга к косе Бердянской тянется отмель, создающая своеобразный предбанник СП, отчего десанта Украина ждет на Азовском море? Если российского, то почему это делается лишь на шестрой год так называемый? Войны На этот счет рекомендую обратиться за комментарием к психиатру, ибо сон разума в воспаленном сознании неабандеровских стратегов находится далеко за рамками моего понимания СП, насколько в случае новой масштабной войны возможны серьезные морские столкновения, и готовы ли к этому в ДНР? В акватории Азовского моря однозначно нет, ибо находящаяся там украинская эскадра слишком уж смахивает на москитный флот пиратов Гвинейского залива или побережья Африканского рога А потеря Керченского пролива не позволит Киеву нарастить флот на данном направлении до нужных требований СП, что реально даст это минирование в военном плане Чем в реальности чреваты эти действия? Могут ли отразиться на гражданском судоходстве, рыбном промысле? В военном плане это минирование не даст ничего Кроме того, любые минные заграждения обезвреживаются, поскольку ставятся либо как средство против внезапного нападения, либо чтобы задержать продвижение неприятеля Кроме того, мина всегда ставится из расчета на скорое появление противника, иначе это просто ничем не оправданный расход боеприпасов К тому же срок годности морских минуты меньше, чем у сухопутных А вот помешать судоходству и рыболовству эти минные заграждения могут с очень большой долей вероятности, пиратские выходки украинских моряков показали всю беспринципность Киева в этом вопросе СП, можем мы как-то запретить им это делать или иным образом помешать? Самая главная проблема в том, что никакие запреты на украинскую власть не действуют, если поступит распоряжение западных хозяев в Киеве разобьются, но выполнят его И авантюра в Керченском проливе наглядное тому подтверждение Намечающиеся минирование акватории это, прежде всего, очередная антироссийская провокация Ведь Азовское море является общим для двух стран, его невозможно справедливо разделить ни по фарватеру, ни по линиям между береговыми створами Десантные опасные участки места на побережье, где удобно высаживать морской десанты, которые сложно оборонять из-за плоского рельефа местности Поясняет ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров Украина ждет российского десанта в поддержку ЛНДР в случае возобновления военных действий на Донбассе Они ждали этого всегда с 2014 года, даже заминировали часть побережья на Азове Но у нас есть техника автоматического разминирования Серьезные же морские столкновения исключаются из-за отсутствия у Киева дееспособного ВМФ Канал Стамбул, подкоп Турции, под российский Крым начнется в феврале Через пять лет американские крейсеры и авианосцы могут встать на якорях у Севастополя СП, какими практическими действиями может ответить Москва? Запретить минирование в территориальных водах мы не можем с формальной юридической точки зрения Однако мы можем поднять этот вопрос на международный уровень, обвинив Украину в угрозе морскому судоходству Опираясь на этот аргумент, мы можем ввести военно-морскую блокаду Азовского побережья Украины Провести собственное разминирование акватории, потопить украинские судопостановщики минуты Ввести санкции против украинских должностных лиц, замешанных в этом деле К сожалению, наши власти проводят довольно вялую политику в отношении Украины и тем самым поощряют ее агрессивные действия СП, в начале декабря Украина сообщила, что сформировала новый дивизион надводных сил в Азовском море который будет базироваться в портах Бердянской и Мариуполе Они уже не первый год создают там флот Будут ли достигнуты поставленные цели? Украинский флот носит больше виртуальный, чем реальный характер Россия может нейтрализовать его в течение нескольких часов Военное обозрение, оружие, которым гордится Кремль, попало в засаду военные новости Стало известно, когда в России появятся бомбардировщики нового поколения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...